Но когда мы с вами говорим о религиозном мы должны посмотреть на иудейский мир. Есть историк американского христианства, которого зовут Кернс. Кернс once described Judaism as the stalk, upon which the rose of Christianity was to bloom. Иудаизм – это стебель, на котором должно было расвести христианство. Actually, there were three major religions in the world that found their foundation in the Old Testament. Естественно, что есть три религии, которые основываются на Ветхом Завете. Можете эти три религии перечислить? Какие на Ветхом Завете? Чудаизм. Юдейсм. Ислам. И христианство тоже. Но в то же время христианство вышло, можно сказать, из иудаизма, или корнями уходит в иудаизм, но не в ислам. Кто-нибудь из вас сможет объяснить, почему все-таки христианство основано на иудаизме, а не на исламе? Ислам. Maybe ислам was later than Christianity. Okay, good. Very obvious answer. Ислам is younger than Christianity. It did not come into existence until the 7th century AD. А вообще ислам появился только в 7th веке. Nearly 600 years after Christianity was founded. But we can find that Judaism helped shape Christianity in at least five ways. Remember, when you're thinking about your exam that we'll have later this week, you go, oh, five ways. It sounds like an exact question. Five ways Judaism helped shape Christianity. First, in contrast with other religions of the day, в отличие от других религий, it was strictly монотеистик. That is, it believed in one God. Значит, иудаизм признавал только одного Бога. Запишите, просто монотеистическая религия, один Бог. Most of the religions in the days of the Bible were polytheistic. They believed in many gods. В библейские времена, очень многие религии были политоистичными. То есть, они верили в многобожие. Judaism was unique in that it stressed there was one God. Да, иудаизм отличался именно тем, что признавал только одного Бога. Secondly, Второй фактор. В иудаизме присутствовало ожидание прихода Мессии, помазанника, который должен был принести праведность в этот мир. Ожидание прихода Мессии, помазанника, который должен принести праведность в этот мир. And, of course, the Christian faith came along and said, we found the Messiah and the person of Jesus Christ. И, естественно, христианство было продолжением этого ожидания, и они утверждали, мы нашли Мессию, Мессия Иисус Христос. Thirdly, the Jewish moral law offered to the world one of the purest ethical systems. Нравственный закон, который иудаизм предлагал миру, являлся самой чистой этической системой. Нравственный закон, который предлагал иудаизм миру, являлся самой чистой этической системой. One area where Christianity and Judaism are in agreement is that they both stress living by the principles of the Ten Commandments and other commandments. Therefore, we often hear ethicists, ethics teachers, speak not so much of the Jewish ethics or the Christian ethics, but they talk about the Judeo-Christian ethic. Именно поэтому, когда вы слышите выступления тех, кто занимается этикой, они не говорят просто иудейская этика, они не говорят христианская этика. Чаще всего используется термин иудео-христианская этика, то есть вместе. Fourth, the Jews, under the guidance and inspiration of the Holy Spirit, евреи по вдохновению Святого Духа produced the sacred book that which was the sacred book to the first Christians that is the Old Testament. Другими словами, евреи написали Ветхий Завет. The Christians, of course, later added the New Testament, but we still observe the Old Testament. And then fifth, the Jewish synagogue not only provided the first meeting places of the early Christians, but also offered a similar government which was copied in the early church. but also synagoga стала образцом церковного управления и устройства, которые в дальнейшем ранее церковь переняла. То есть это был образец церковного управления и устройства. For example, elders and deacons find their counterpart in the Jewish synagogue. которые присутствуют в церкви можно найти такие же должности и в синагоге. And so while we can say the Romans laid the logistic foundation for the Christian faith, the Jews laid the religious foundation. Well, where did the Greeks come in then? Тогда какое же влияние оказали на распространение христианства греки? Well, the Greeks laid the philosophical foundation for the Christian faith. Греки заложили философское основание. Греки заложили философское основание. And it's very interesting that even though this was the time of the Roman Empire, очень интересен тот факт, что несмотря на господство Римской империи в то время, when the Romans ruled the world politically, the Greeks still maintained the intellectual rule. Not only was Greek philosophy still the prevailing philosophy, but the Greek language was spoken throughout. Now, Greek philosophy proved to be a constant challenge to Christianity. But it also helped open the way for the intellectual acceptance of the Christian faith. Well, how then did Greek philosophy help pave the way for the coming of Christianity? Let me suggest four ways. First, it's rationalistic thought. May polytheism показал нерациональность polytheism and thus made monotheism more appealing. Reasonable men began to think that what kind of gods are they if we have many gods that are all fighting with one another for dominance? these are not gods they're just superhumans. These are not gods they're just superhumans. against against each other. So, rationalists began to think if there's truly a god there must be one god who is stronger than all the others and is therefore Рационально мыслящие люди пришли к такому заключению, что если есть Бог, то Он должен быть Одним, Он должен быть всемогущим. То есть, вот такое вот мышление как раз способствовало тому, что люди задумались, наверное, все-таки Бог должен быть Один. Второй вклад греков это учение Платона или философия Платона. Он начал учить, что видимо мир – это лишь тень невидимого мира. Это учение помогло распространению христианства, потому что побуждало людей задуматься о том, что кроме реального мира существует еще какой-то другой мир, трансцендентный мир. You see, the early Greek philosophers were materialists. That is, they believed that only the material world, the physical world, is the only reality there is. Мы считали, что на самом деле существует только один материальный физический мир. Даже боги вот такие были материальными, видимыми. То есть, у них были тела, как у людей, но они были более сильными, крепкими и могущественными. Но учение Платона, оно явилось революцией философской мысли. Платон начал говорить о том, что физический мир или материальный мир, видимый мир – это не то, что мы называем реальным миром. The real world is the world out there, beyond the physical world. In fact, they began to use the word metaphysics. Meta is the Greek word that means beyond. And physics – the physical. So, metaphysics became the study of that which is beyond the physical. And so, the nature of being, the nature of reality, is the philosophy of metaphysics. И философия метафизики как раз занималась изучением того, что было, как бы, природу реальности изучалось. So, we ask, how did that help Christianity? Снова можно задать такой вопрос, разве это могло как-то помочь распространению христианства? Well, let's use this podium as an example of platonic thinking. Let's look at this podium and say, this is a good podium. It holds my notes and gazelle's notes. When I get tired, I can lean on it. It'll hold me up. If you don't like my teaching and you start to throw things at me, I can hide behind it. И вы начнете бросать в меня разные предметы, я могу даже спрятаться за этой кафедрой. Можно сказать, что кафедра хорошая. Но это не совершенная кафедра. Видите, что здесь есть недостатки, здесь есть трещины, обломки. То есть, мы видим, что ее перемещали с места на место, и, естественно, произошла амортизация, так скажем. И когда-нибудь, когда она уже будет достаточно долго использована, она уже будет настолько негодной, что придется ее выбросить, может быть, костер разжечь. Мы знаем, что эта кафедра приходящая, она существует определенное только время, она временная, она не может быть вечной, постоянной. Платон бы сказал, что это не реальная кафедра, потому что реальность должна быть постоянной. Это величина постоянная. Вечным и постоянным может быть только духовный мир. А физический мир временный, приходящий. Поэтому он и говорит, что истинная кафедра, настоящая кафедра, реальная кафедра, это не то, что мы видим сейчас. Реальная кафедра, это наше представление о кафедре, то есть, какая она может быть. Это вечное такое представление. И это может находиться только в сфере метафизики, то есть, за пределами материального мира. И идея о совершенной кафедре, она существовала до того, как появилась эта кафедра. И эта идея будет продолжать существовать, даже после того, как будет разломана эта кафедра. Поэтому Платон сказал, что кафедра – это лишь тень, это лишь образ реальной кафедры, которая есть. Поэтому Платон начал говорить о том, что реальный мир – это духовный мир. И это была совершенно новая концепция для философской мысли греков. Но в то же время, вот эта идея, эта новая концепция, она помогла открыть умы людей для интеллектуального принятия христианства. Потому что христиане тоже говорили о том, что земное наше жилище – это оно временное. И наши тела тоже показывают признаки старения, усталости. Но как христиане мы ожидаем вечного мира, в котором уже не будет ни тления, ни старения, ни смерти. Мы ожидаем такого царства, где мы проведем вечность в присутствии Бога. И мы знаем о том, что у нас будут новые вечные тела, которые никогда не будут подвергаться старению и не будут знать, что такое смерть. And people were able to understand that thinking, because they were helped with the thoughts of the philosopher Plato. Такое учение люди смогли принять именно благодаря тому, что уже были подготовлены через учение Платона. But a third way that Greek philosophy helped make the way open for Christianity was that it fell short in that it could seek for God, but could not reveal a personal and loving God. In other words, Greek philosophy created a need in meeting in people's hearts and minds. People were intrigued by the idea of there being an eternal God, an almighty God, who is out there beyond us. Естественно, что людей привлекла идея о том, что существует вечный Бог, который за пределами нашего реального мира. But people would ask, how can I know this God, who is out there? Люди тогда начали задавать вопрос, как же я могу познать этого Бога, как я могу узнать Бога, который где-то там? Греческая философия не могла ответить на этот вопрос. И так как у них не было ответа, они оставили вот эту жажду познания, жажду восполнить эту потребность. И поэтому, когда христиане стали появляться и говорить о том, что мы можем познать Бога, они начали говорить о Божьем слове, они стали говорить о водительстве Святого Духа, людям уже стало понятно это, они смогли принять эту идею. And a fourth way that Greek philosophy helped prepare the way for Christianity was that its popular philosophies did not did not answer the questions of people's needs. The popular philosophies proved to be bankrupt. Другими словами, они были несостоятельны, они оказались банкротами. And so people were more receptive to Christianity. Поэтому, разочаровавшись таким образом в этой философии, люди были более открыты к принятию христианства. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com You see, the two most popular philosophies in ancient times were Epicureanism and Stoicism. Два самых популярных направления в греческой философии того времени были следующие – эпикурейство и стоицизм. Эпикуреи говорили о том, что наслаждение – главная цель в жизни. И, естественно, когда мы говорим о наслаждении или об удовольствии, мы не должны подразумевать только чувственные какие-то наслаждения, которые являются последствием или результатом похоти. Наслаждение или удовольствие определялось для них отсутствием боли. И для эпикурейства была одна цель – освободиться, насколько возможно, от боли и страданий. Поэтому они стремились к такой жизни, которая была бы полна роскоши, наслаждений и удовольствия. Но в определенное время они достигали такого уровня, когда говорили, что в жизни нам теперь удобно и уютно. Но это происходило только на физическом уровне, а в духовной сфере у них не было смысла в жизни. Они могли освободиться от боли или избегать каких-то страданий, но в то же время не обрести истинную радость в жизни. Полной противоположностью были стойки. Они настаивили на том, что в жизни должна быть дисциплина. Они искали истину, которая основана на разуме. Занимались самоотречением, и они часто призывали к тому, что нужно много работать, нужно быть дисциплинированным, найти смысл в жизни. Но стойки много работали, а потом задавали себе такой вопрос, а зачем я все это делаю? Я очень усердно работаю. Но какова ценность моей работы? И вот эти два основных направления философии как раз создали жажду в людях. Люди начали задумываться о том, что должно быть что-то еще, кроме вот этого в этой жизни. Вот таким вот образом греческая философия смогла подготовить философское основание для принятия и понятия христианства. Она не только открыла глаза и разум людей для восприятия, для принятия мира, который существует вне, за пределами реального физического мира. Но и также создала огромное желание познания того, что происходит там. Они очень хотели найти ответы на те вопросы, на которые греческая философия не могла дать ответы. Продолжение следует... Продолжение следует...